Работай над собой. Никто не становится хорошим человеком случайно. Синека. Здравствуйте. Король, рыцарь, режиссёр. Герой нашей программы умеет делать деньги из мусора, причём большие деньги. Герой программы «Простые истины» владелец компании «Магрупп Интернешнл Дубай» Олег Жохов, наш нижегородец. Где появляется Олег Жохов, там жди всегда чего-то яркого и необычного. С чем связан в этот раз приезд в вашу Нижний Новгород? У меня внутри есть такое убеждение, что идёт смена эпох. Меняется эпоха как производственная, как финансовая эпоха меняется. Эпоха лидеров. И личное убеждение, что недостаточно ярких, интересных, эффективных проектов. И мне кажется, что подошло то время, которое уже было в нашей жизни. Оно прошло, начиная с 19-х годов, прокрутилось. И вот оно опять подходит. И жизнь требует нового качества, нового продукта. Всё повторяется. Колесо подошло опять к стартапу, к нам. И мы приехали для того, чтобы начать всё заново. В новом экономической действительности, новый экологический бизнес, не только экологический, производственный бизнес. Олег Жохов – личность неординарная. Наш нижегородец – успешный бизнесмен, основатель компании «Госхимпром». Светский лев и, как его называют в родном городе, мусорный король и мак. И не только потому, что сбор и переработка мусора сегодня дело очень прибыльное. Жохов здесь большой и редкий специалист. Имеет профессиональное образование по курсу захоронения твёрдых бытовых отходов, ежегодно участвует в европейских симпозиумах и конференциях по переработке мусора. Именно там его и заметили сильные мира сего. В 2012 году, оставив свою огромную мусорную империю в России, Олег Жохов переехал в Объединённые Арабские Эмираты, предложив шейху Дубая свой новый проект – роскошный мусорный стиль. Все прошло очень-очень спонтанно. Мы не так и всяко не могли понять с переводчиком, как же донести до него наш весь замысел. А Дубайский шейх, когда он находится на рабочих встречах внутренних с правительством, все находятся его младшие внуки с ним. И что-то такое неловкое движение, и выбивает прайс у него из рук, и летят фотографии с Валаборджини. А внук говорит, о, дед, в Ламаборджини, он под затыльником ударил, и спрашивает, кто моему внуку объяснил, что есть такие машины. Я же запретил ему объяснять предметы роскоши. Он сам должен вырасти и понять, то есть запрещено культуру скитая. Он говорит, а на что ты обратил внимание? Он спрашивает, что внук, он говорит, машины шикарные. Значит, и все остальное шикарно. Он говорит, слушай, а он, Мария, вот он так часто поступательно подойдет и к экологии. Он начинает думать. Ну-ка, давай по-новой объясняю. И пошел контакт. Ну вот для меня, конечно, необычный человек. Человек, который вообще не боится перед тобой ставить такие амбициозные цели. И даже мэр Рима, насколько я знаю, тоже по этой мусорной теме... Исполняющий объявлся мэр Рима. Вам звонил и даже присылал телеграмму с просьбой явиться к нему на прием, чтобы обсудить технологию взаимодействия переработки отходов в этом старинном вечном городе. Да, мы тоже были удивлены этому приглашению. Причем на нас вышла в Дубае консул Италия. Вот так и так вот хотели встретиться. Сработала просто реклама в Дубае. Лакшери Горбешта. Рим, Италия – это лакшери. У них все модно. Кстати, сегодня уже многие кутерье, допустим, Версачи уже делают кожу из отходов, из полиэтиленовых отходов. То есть это новый бренд, который уже второй год развивается. И он позвал переговорить и предложить. И говорит, могли бы нам скопировать то же самое здесь. Мы подписали соглашение, мы зарегистрировали компанию Мак Италия, Мак Милан. Сняли офис, подали заявление на лицензирование. И ждем, ожидаем уже месяц 8 открытия расчетного счета. Но здесь проблемы нам создали вот эти санкции. Мы попали под санкции, и просто из-за того, что мы имеем российское гражданство, они вот спротивляются банке открывать счет. Никаких отказов и нет, но вот восьмой месяц у нас длится вот эта всякая тюрьма. Сами по себе идеи цены. Но всякая идея в конце концов только идея. Задача в том, чтобы реализовать ее практически. Генри Форд. Правда, что в Дубае тоже ваша идея, вот эти какие-то брендированные витоновские всякие баки для отходов, позолоченные какие-то там тоже баки. Ну, давайте так, когда мы с Шехом познакомились, у него был вопрос. А мы можем ли сделать для дубайского международного аэропорта контейнера покрыть золоту. И машины, чтобы были борта позолочные. И он сам отвечает, правитель сидел по кругу, так у него всегда сидит. Он говорит, мне вот интересно, чтобы люди приезжают, туристы, они вот еще не вышли. И опа, золотые контейнера. Чтобы они поняли, куда они попали. Говорят, ну, чтобы они приезжали все на родину и говорили, ну, у нас-то что, ни черта не делается. У них уже дурь. Они уже золотые контейнеры делают. Ржали всем просто, поверьте. И он меня послал. Действительно, мы поехали в компанию «Золлер». И попытались просчитать инженера, можно ли выпустить золотые эти мусоровозы. Появились контейнера «Луи Виттон». Появились. Они действительно есть. И уже появляются машины, похожие на золото. Знаю, что зреет, созрел, вернее, в вашей голове один тоже интересный проект, когда из-за отходов делать такие фэшн-модные сумки. Это уже в Европе тоже тренд. Последние два года в Италии появился тренд производства искусственной кожи. Кожа делается из обрезков полиэтилена, из ветоши. Это все вмешается, как бы, армируется ветошью. Отходы пока берутся с отходов автопрома. Целая линия сумок. Потом, сейчас они делают офисную мебель, мебель для отелей. Три звезды, четыре звезды, не пять, да? Вот вау дизайн. Вот как? Вроде все просто. Ну, вау. Вот всю голову сломаем. Вот вау-то уже делают из всего. А вот чтобы из отходов сделать вау, мне кажется, это вообще вау трудно. Они делают настолько все это стены. И вот вы вдохновились этим, Олег, и подумали, ну а чего? Завод у меня в Нижнем есть. А почему бы мне, например... Мы сейчас начинаем тоже сумок, заказали оборудование, пресс-формы, и хотим к лету начать производство сумок не пакетов полиэтиленовых, не сеток дырявых, а нормальных сумок, которые... Таких прямо для женщин модных, да? Для женщин. Клачи вот всякие. Да, можно повесить на плечо, там, можно нагрузить, там, хоть гирю в килограмм, 16 кг положить, она не оборвется. То есть все... Природосберегающая технология или природосберегающая позиция. Сумка, ведро. Ну в чем ваш секрет, Олег? Вот вы такой смелый, всегда чувствуете, то ли вы время умеете чувствовать. Нет, я просто верю в себя. И не вижу всех остальных. Кто мешает? И с шейхами, и со звездами. Я мусорщик. Это персень тамплиеров. И нет предела для беспредела. Просто меняете сознание человека. Кожу на барабаны отдать. Рыцарь – ключевое слово в этой истории? Живи, как хочешь. Время придет, ответим. Ну и зачем фэшн? Контейнера покрыть золотом. В их стерняках мы пытаемся посадить здравые зерна. Бди. Я так понимаю, что если Олег Жохов ворвался в Нижний Новгород, как он говорит, я чувствую время, время перемен, время что-то делать. И вот в голове вашей зреет какая-то уникальная, совершенно новая для, например, моей головы идея. Можете в двух словах объяснить? Конечно. Значит, я не думаю, что она уникальная, новая. В экономике появились электронные средства расчета. Мы поняли, что криптовалюта, если ее грамотно использовать, то можно привлечь инвестиции. Крипторынок позволяет привлечь деньги на базе ничего, на стартапе. У тебя есть обеспечение, у тебя есть идея. Ты должен обосновать свою идею, и тебя отдают. Нужно понимать, почему дают, и кто дает эти деньги. Условно. Люди говорят, у Нижний Новгород есть какая-то проблема. Ну, условно. Лимонадные бутылки кто-нибудь прорабатывает. Нам надо поставить в заводе, который будет прорабатывать все лимонадные бутылки. Нижний Новгород, чтобы они на полигон не попадали. Окей, начинается сбор денег. Все, кто хоть от 3 тысяч рублей вложились, и все участники получают акцию. Они становятся владельцами этого бизнеса. Тут уже не швырнешь. То есть вот это суть вашей новой идеи, которую вы выносили. Суть нашей идеи, что первое – привлечь деньги. Второе – как только если будет объявлено, выйдет наша криптовалюта. И мы эту криптовалюту хотим запустить в расчетах за обращение с отходами. То есть покупка-продажа. Герой программы «Простые истины» сегодня – смелый человек, бизнесмен, идеолог Олег Жохов. 90-е возвращаются. Ура! А получается, экология – это бой. Бой. Как раньше, 90-е. Бито и бой. Вот экология – это бой. И мы вышли на этот бой. Это мусор. И пока он опасен. Экология – это как спорт. Всегда ждешь, когда будешь отбивать удар. Объем мусора, который ежегодно образуется на этом объекте – 4,5 миллиона кубов. Это где-то 850-900 тысяч тонн мусора в год стабильно образуется. 28 лет назад мы начали сделать бизнес. 28 лет назад мы первый построили в России завод, переработал в вопрос отходов. Никаких отказов, никаких взяток. Не мешайте нам, а помогите. Ваша помощь получается в одном. Приди и купи то, что сделано из мусора. То, что сохраняет природу. Вклад в свои деньги. Не в хлам, не в засорение природы, не уничтожение сворода наших детей. А вклад в свои деньги в сохранение природы. Покупайте то, что изготовлено из отходов. Покупайте нижегородское. Покупайте лучшее. Как вы придали философию, казалось бы, такой прозаичной теме мусор. И как это красиво и со вкусом сделано. Товарищи, господин режиссер Олег Жохов. Вы знаете, вот когда эти ролики появились, у нас была одна встреча. Не буду говорить название компании, она страна очень известная, да? Которая работает в области обращения с отходами на мировом уровне. Европейская компания. У нее акционер очень такой человек уважаемый, богатый. Ну, очень такой взрослый, лет 78 уже ему, да? Какой поджарый европеец. Он на одном из юбилеев меня пригласил к себе. И говорит, слушай, объясни, почему вот это все так, что это? Я говорю, вы знаете, чувствительочка. Вы понимаете, говорю, вы на кого рассчитываете эту услугу? Вы хотите продолжать этот бизнес, чтобы он оттиражился популярным, да? Кому нужно донести эту рекламу? Он говорит, ну кому? У кого есть бабки, деньги? Я говорю, не, я говорю. Нужно довести женщинам и детям. Они уже своих мужчин съедят, но заставят то или иное поступок сделать. Они формируют некую на стартапе позицию мужчины. Женщины и дети. Он говорит, дети – это школы, а женщины – это журналы. Я говорю, ВОК – журнал. И он говорит, слушай, идеально. И с этого момента эта международная мусорная компания рекламируется только в журнале ВОК. Олег, а зачем ее рекламировать в журнале ВОК? То есть вы просто меняете сознание человека, как надо относиться к этой теме? Почему? Допустим, когда я начинал деятельность по обращению с отходами в Нижнем Новгороде и пришел первый, предложил перевести это на частные рельсы, сбор, вывоз и утилизация стоила 6 рублей 50 копеек. Я сейчас не знаю, но, наверное, где-нибудь рублей 800 уже стоит. Я начинал 6 рублей 50 копеек, и все крутили его виска и говорили, ну, ты что делаешь? Скажи, на самом деле, зачем ты делаешь? Это ширма. Чем ты, на самом деле, занимаешься? Тогда это воспринималось, идея, идиотическая идея идет, придумал какой-то бизнес, который его сожрет. Сегодня уже так никто не думает. Поэтому сегодня, я говорю, что колесо сансары перевернулось того момента, опять подошло к этой точке. Эпоха повторяется в новом качестве. Сегодня пришло время новых проектов в той же области, в той же экологии, в той же экономике. Ну, подошло опять наше время. Управлять и побеждать – значит уметь предвидеть. Эмиль Жерарден. Олег, а правда, что вот этот перстень, который на вашей руке вам подарил шейх Дубая, Мухаммад Рашид? Нет, это перстень тамплиеров. Орден тамплиеров был упразднен в 1307 году. Тамплиеры охраняли храм Соломона. И они были первые банкиры. Были первые банкиры. И благодаря так, и капитализация, благодаря ним, ровно это сподвигло вас вступить в ряды тамплиеров? Был момент, когда возникла потребность некой духовной общественной деятельности. Вот чисто общественной деятельности. Какой-то вот такой, причем не только моя, чтобы я и мои дети. На самом деле сегодня очень многочисленное европейское движение, которое занимается чем? Это помощь бедным, немощным, старикам, строительство хостелов, больниц, церквей, католических, православных. То есть это ни в коем случае, никакого разделения по нации и вероисповедания там не происходит. Но это рыцари, вы рыцари, вы рыцари ордена. Это офицеры. Офицеры. Это офицеры-монах. Это ведь изначально были орден бедных рыцарей. Изначально был орден бедных рыцарей, потом стал орден самых богатых рыцарей. Тамплиеры исторически были военные, которые могли заходить в церковь с оружием. Это единственный класс, который имел право ходить в такие места с вооруженным. Тамплиеры хранят тайну? Я спрашивал вопрос тоже у них у старших. Это интересно. Я тоже читаю интернет, я читаю книги, я смотрю фильмы. Да. Я по всем, которые вопросы вы можете задать, я вопрос задал откровенно. Они говорят, да, это есть. И точка. Я говорю, хорошо, где это может быть? И они говорят, все это находится в самых людных местах Испании. Это понятно. А что хранят там? Ну, то, что пишут в интернете и всякие книги. Я же, ну, я понимаю. Помните, искали чашу Грааль? Да, да, да. Кописывать вы? Они говорят, да, 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 Грааль 100% где-то вот там находится. Не сказали это правду. Вы как деньги можете зарабатывать? Вы с деньгами готовы расставаться? Конечно. Помогаете людям, помогаете? Как оборот воды в природе. Если она не уходит туда, то она оттуда не приходит в виде оживительной влаги. Если деньги закапываешь, то они убивают эту энергию. Вообще для меня деньги – это некий эквивалент энергии. Вот только автомобильный аккумулятор. Вот если он пустой, то он пустой. А если деньги, энергия – это энергия. Она может быть позитивной, может быть негативной. Если ты ее не пускаешь в оборот, а она не восстанавливается, она начинает тебя уничтожать. Какая у вас цель? Ну, очень простая. Это мой любимый вопрос. Я всех спрашиваю, никто не отвечает. Но у меня, я могу не скрывать, могу ответить. Быть лучшим в своем деле. Я мусорщик. Меня хранили тысячу раз, нам списывали со счетов. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но вы вернулись в Нижний Новгород. Вот вы хотите сейчас свой этот сумасшедший, необыкновенный проект запустить. Криптоэкология. А вы не боитесь, что вам просто не позволят или не дадут возможности? Вы знаете, я думал на эту тему. Я думаю, что так. Мы допускаем вариант, что могут поставить некие барьеры или законодательство забуксует и не будет выходить. Ну, ничего страшного. Вы понимаете, что сегодня информационный мир. И когда проект интернет, если государство не регулирует, то оно выходит просто в масштабы общей вселенной. Где это? В Дубае, Америка, Германия. Какая разница? Вы платите карточкой своей визы. Вы же не понимаете, где этот сервер находится. Мне кажется, Нижний Новгород все-таки не подходит вам. Знаете почему? Потому что вы слишком свободные, вы слишком смелые, вы слишком яркие для нашего не такого экспрессивного города. Вы понимаете, вот где-то зерно нужно все равно посадить. А дальше начнется посед. После этого начнется урожай, потом начнется сбор. Я очень часто перечитываю Новый Завет. И вы знаете, я, к сожалению, или к ужасу, обнаружу такую вещь, когда Христос выходит на горы и говорит, Господи, работы сколько, работников нету, дай же мне. И погибает распятанный кресте. Ничего за две тысячи лет не изменилось. Работы море, работников нету. Все готовы осуждать, обсуждать, приговорить, заклеймить, распять, уничтожить, а потом выпить рюмочку. Ошибись у меня человека, хороший парень был. Жалко, мы его грязью полили и распяли. Еще я хотел бы призвать людей, не ищите грязь, не ищите. Не ищите плохого, ищите хорошее. Нещите положительное людям. У нас появилась такая масса людей и компаний, которые ищут только плохое. Что у нас плохое за мусор? Кто у нас не вывез? Да будут спросить, кто вывез и сколько вывезли. Что у нас там администрация не сделала, снег не вывезли? Да вы посмотрите, сколько они вывезли снега. Что у нас там мэр сделает? Да посмотрите, а что он уже сделал и какие за чем поставил? Может, так жить-то проще станет? Ничто не происходит, пока не начинается движение. Альберт Эйнштейн. Каждую эпоху моей жизни была истинна. Первая, начиная с 90-х и нулевых годов, это любимый был автор Кальма Пруткова, я перечитывал, перечитывал, я от него взял одну ту истину. Вот все перечитал. Бди. С 2007 года, когда все-таки хоть как что-то у нас появилось, появились там возможности, там уже бизнес стал более осознанный, и тут я начинаю понимать. Вот вы же мне задали вопрос, почему ты такой, не такой? И у меня другая прописная истина, которую где-то я услышал, или я, может быть, сам придумал, нет предела для моего беспредела. Не в плохом смысле этого слова, а в том, что не надо себя сдерживать, но что ты хочешь сделать. Нам дали от рождения некую программу, которую никто никогда с вами не видел. Вы не видели свою, вы не видели у них, у меня, я не видел вашу программу. Мы не знаем. Но мы все пытаемся отрегулировать. А может быть, нам не стоит это делать, потому что программа жизни у нас заложена, а давайте не беспротивляться. Она сама нас выведет в жизни на показатели. А наша задача совершенствовать как человек в отношениях, в любви, в добре. Вы классный. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Герой программы «Простые истины» сегодня видели сами яркий, экспрессивный, интересный, перспективный, уверен. Олег Жухов. Нет предела для моего беспредела. Олег Жухов. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...